Доброе утро, мир. Доброе утро, мир и люди, живущие в нём. Традиционно по будням утро с горбач, утренние эфиры. Говорить сегодня с вами будем о планировании финансового роста, о том, как планировать свой финансовый рост в грядущем уже 22 году и основные ошибки, вернее, есть скрытые ловушки, которые могут и достаточно часто являются причиной, совершенно невидимой, незаметной причиной того, что финансовый рост, планирование финансового роста остаётся планированием, а не впоследствии реализации. Так вот, о том, об этих самых скрытых ловушках сегодня и будем говорить в контексте финансового роста. Я сегодня открывала, вот я думаю уже несколько раз показать вам эти цифры, либо нет. У меня есть такой файлик, называется Ахнасау Проноса. Это на иврите «Доходы и расходы», в котором я планирую год, планирую рост, обычно у меня, ну, плюс-минус рост в три раза за год, два с половиной, три – это так, чтобы не надрываться. И сегодня открывала, декабрь ещё не закрыт, декабрь ещё только предстоит, но средний показатель уже есть, и я уже несколько лет подряд держу эту планку в среднем. По-моему, у меня только двадцатый год. Почему у меня мышка не работает? По-моему, только двадцатый год был, там, в два раза… Нет, двадцатый год тоже почти в три раза, да? Это ж прошлый год. Нет, прошлый год тоже хорошо. Прошлый год тоже полностью соответствовал. И знаю вокруг себя множество ситуаций, когда человек планирует свой финансовый рост, там, в два, в три раза хотя бы, а впоследствии приходит к концу года и остаётся на тех же цифрах в лучшем случае. Так вот, что за этим стоит и что с этим можно сделать для того, чтобы вы приходили к концу года, открывали свои планы и понимали, что да, вы точно выполнили. То есть я, например, где-то даже перевыполнила. Да, и, в принципе, смотрю на свой следующий двадцать второй, понимаю, что тоже, в принципе, мне, ну, в три раза мне будет окей. В три раза это будет, ну, по меньшей мере, в три раза это будет не сильно напряжно. Окей, для всех, кто присоединяется, пожалуйста, пишем «Доброе утро, мир». Вот вижу ваше приветствие. «Доброе утро, мир» и люди, живущие в нём. Хочу видеть ваше приветствие. Хочу видеть, что здесь есть те, кто меня видят, слышат и знают не в первый раз, знают уже этот такой наш внутренний пароль. «Доброе утро, мир» становится таким внутренним паролем. Вот. Вижу уже тех, кто этот внутренний пароль знает. Для тех, кто внутренний пароль не знает, либо видит меня в первый раз где-то, не знаю, по приглашению Инстаграма либо Фейсбук, по репостам ваших друзей. Меня зовут Светлана Горбыч, я психолог, психолог на всю голову. Я поднимаю людям, ну, я поднимаю, я помогаю. Ко мне приходят за поднятием самооценки и доходы напрямую, напрямую связанные вещи. Невозможно иметь высокие доходы, если не считаешь себя достойным этого. Невозможно иметь классный, да, уровень жизни, на который смотришь вот так, если не считаешь себя внутренне. Не про говорить на словах, а внутри нет вот этой уверенности, внутренней самооценки о том, что да, мне туда, да, вот я достоин туда двигаться. Окей, смотрите, как обычно планируют доход. Мы сегодня будем говорить про планирование 22-го года. Да, сейчас, наверное, на всех углах говорят об этом. Но мы не будем с вами делать карты желаний, хотя хорошая штука, часто работающая, если понимать, что потом с этой карты желаний делать. Да, мы не будем с вами там ставить цели, загадывать какие-то мега желаний. Мы сегодня берем такую очень узкую нишу, очень узкий контекст планирования. Это деньги, это финансовый рост. При всей моей большой любви к деньгам я отдаю себе отчет, что это не единственная сфера в жизни человека. Но согласитесь, пожалуйста, что не так много сфер в жизни человека, в которых бы деньги не проникали. Знаете, можно сказать о том, что за деньги не купишь любовь. Абсолютно с вами соглашусь. Но за деньги можно купить терапию, которая поможет эту любовь увидеть и разрешить ее себе. И пойти в любовь, а не в перетирании друг друга и выяснении отношений. Пойти в любовь, а не в токсичные какие-то отношения, из которых потом выползаешь и собираешь себя по лохмотьям, по кусочкам. Поэтому во многих контекстах, очень во многих контекстах, деньги имеют отнюдь немаловажную роль. Можно сказать, что духовный рост не зависит от денег. Здесь я тоже, на самом деле, с вами, знаете ли, с вами не соглашусь, потому что для того, чтобы ездить на ретриты, для того, чтобы учиться учителей, тоже не последнюю роль в этом месте играют деньги. Посему сегодня про деньги. Как обычно, а ну-ка, давайте так, поставьте, пожалуйста, либо напишите, либо поставьте лайки. Поставьте лайки, у кого есть, уже есть понимание, на какую сумму вы готовы выйти, вы хотите. Может, еще не готовы. Но вы хотите выйти четко, такое очень понимание, да? То есть я знаю, что я хочу утроиться за 22-й год, минимум утроиться. На самом деле, мне откликается другая сумма. На самом деле, я хочу, может быть, личную прибыль, да, то, что эти деньги, которые я вывожу из бизнеса, утроить, а общий оборот увеличить в пять раз. Это моя цифра на 22-й год. Если у кого-то уже готовая цифра, да, когда вы понимаете, что, ок, я хочу увеличить этот доход настолько, есть, супер, отлично, есть, окей, хорошо. Как обычно ставят цели, да, финансовые, как это обычно происходит? Я хочу, примерно так, как я, да? Я хочу за, там, 22-й год утроить, я хочу увеличить оборот на пять раз, да, те деньги, которые я вывожу из бизнеса, утроить. Вот это вот моя цифра, которую я чувствую, знаю, понимаю на, так сказать, цель на 22-й год. Да, чаще всего. Теперь, в большинстве случаев, на что смотрят люди, которые говорят, я хочу, там, удвоить доход, утроить доход, или прийти, там, к такому-то уровню, да, на что больше всего смотрят? Вот первое, первое, на что вы смотрите, когда вы себе ставите такую цель, ну, такую задачу, такое, намечтать на 22-й год. Первое, на что смотрят, это, что это значит для меня, что это значит для меня, что это значит для большинства людей, что это значит для большинства людей. Для большинства людей это значит, насколько я по-другому буду тратить. Для большинства, я не говорю, что это про вас, но это одна из первых ошибок. Для большинства людей это значит, насколько больше я буду тратить, насколько больше я смогу себе позволить, насколько больше я смогу в страны поездить, какие-то вещи купить, что-то оплатить. Потому что мы же для чего хотим увеличивать доход? Чаще всего мы хотим увеличивать доход для того, чтобы больше себе позволять. И очень многие люди смотрят прямо вот на вот это. И многие тренера говорят, смотрите, представьте себе, как вы будете вести этот уровень жизни и так далее. Но когда вы начинаете смотреть на обратную сторону, что появляется там? Там начинает появляться, как мне это сделать. И для большинства, еще раз, я не говорю, что для вас, ну может быть, поставьте кому-то знакомо, поставьте кому-то знакомо. Для большинства людей это значит, что нужно будет в два, в три, в пять раз больше работать. Правда? Вы когда смотрите и говорите, доброе утро, вы когда смотрите и говорите, я сейчас зарабатываю х денег. Вот я сейчас, сейчас я зарабатываю в три раза, в три точно, в три раза больше, чем я зарабатывала в начале года, в начале этого же года, в три раза больше. Если вам кажется, что я в три раза больше работаю, вы сильно ошибаетесь. Я начинаю меньше работать, да? Так же самое я там в начале двадцатого, в конце двадцатого я зарабатывала в два с половиной, в три раза больше, чем в начале. Я начинала меньше работать. И вот эта вот ловушка такая несостыковка, потому что для многих увеличение дохода в два раза, это увеличение работы в два раза, это увеличение напряжения в два раза, это увеличение такого «а-а-а-а-а-а». И пока есть вот эта история про увеличение работы в два раза, у бессознательного есть определенные свои такие стоп-краны, которые говорят, не-не-не, подожди, подожди, тихо-тихо-тихо, я и так тут ласты склеиваю, я и так тут не помню, когда последний раз в отпуске было, работаю там с, не знаю, с 10 до 8, или с 8 до 8, или еще сколько-то, да, и еще больше. Не-а, не пойдем. И начинаются какие-то саботажи, которые у человека, это первый момент, да, которые у человека, ну, самые разные, там разнообразие уже, в разнообразие заходить не буду. Другой вариант. Вы поставили цель, и первые 2-3 недели такие, да, ну, 2-3 недели, даже месяц, где-то до февраля, до середины февраля, когда весь этот энтузиазм новогодний спам, и первое время вы прете на воле. Было такое? Вы прям такой, из сердца пламенный мотор, вперед, гоу-гоу-гоу, ну, где-то к середине февраля, ближе к марту. Вот этого вот гоу-гоу-гоу заканчивается, и вы понимаете, что вы опять сливаете, и вы понимаете, что вы опять слетаете. И здесь есть два важных момента. Первое. Обращаем внимание, вот прям смотрим на… Ох, да, Надежда, привет, Дюш. Да, первое. Смотрим, что… Прям записываем. Вот серьезно, то, что буду давать сейчас, стоит записать. Записываем. Первое. Да, хочу, я намерен, моя формулировка, которую я люблю для себя, если я пишу, да, если я прям формулирую цель, тогда я пишу, я намерена стать быть женщиной, которая, там, зарабатывая, вышла на стабильный ежемесячный доход, там, такой-то, да, не знаю, в три раза превышающий мой нынешний, либо наоборот в пять раз превышающий нынешний к такому, не знаю, там, к концу декабря 22-го года, например, да, и вы пишете. И делаете две стрелочки, пишете, что это значит для меня. И обратите внимание, вот на что первое вы посмотрите, на что первая, первая мысль, которая это будет знать, которая это будет. Для многих это будет «это значит для меня» и перечень всего того, что я могу теперь себе позволить. И следующее. А что это значит для меня еще в контексте процесса достижения, процесса реализации? И вы обнаружите такое, и почувствуете в этом моменте, что почувствует тело. Вот в этом моменте, когда вы смотрите на этот увеличенный доход, можно цифру написать, можно представить, что это не просто цифра, а что это цифра каждый месяц, да, вот 3х с каждыми, или там 3,5, каждый месяц, каждый месяц, каждый месяц. И что почувствует тело? Вот это первое, на что важно посмотреть. Напишите, пожалуйста, что в этом месте чувствует тело. Не голова. Очень многие путают. И сейчас пойдет такое. Я чувствую крылья за спиной. У меня большая, я вижу большую дорогу впереди. Я вижу, там, не знаю, порхающие бабочки и, не знаю, там, пальмы на Мальдивах. Но это ничего не про тело. Это ничего не про тело. Это все про голову. Вот, тело замерло. Да, ступор, усталость, ес. Расслабление супер, может быть. Хотя очень важно понимать, какое там расслабление. Там расслабление как такое, спокойная, равновешенность, готовность действия, либо там расслабление как растечься. Это очень важно разделять. Потому что под расслабление, под словом расслабление, может быть, ну, разное наполнение, да, этого расслабления. Окей. И когда вот это, когда вот вы наблюдаете эту реакцию тела, если, Марина, да, если у вас расслабление приходит такой вот, ну, к успокоению и готовность действовать, ок, в теле, супер, отлично. Не обязательно, ну, да, я просто не знаю. Теплота, ощущения, косметолог. Нет, это голова, Олечка. Это голова. Это в голове вы представили косметолога и СПА и тепло от ощущений. Нет. Посмотрите на сумму. Зажжем в горле, отлично. Ну, в смысле, отлично. Сейчас с этим будем поработать. Облегчение. Супер. Если тело в облегчении, отлично. То есть вся вероятность, да, у вас есть большая высокая вероятность к этому прийти. Если в теле облегчение с готовностью двигаться вперед, если в теле включается драйв и двигаться вперед, шикардос, у вас очень высокая вероятность. Если в теле вот страх жуткий, да, тело расслабляется, но зажим в горле, то есть я проявиться в этом не могу. Где-то я видела ступер, усталость, в смысле супер, супер, с этим будем что-то делать. Это про одну из двух вещей. Вот эти вот моменты, на которые важно обращать внимание, про одну из двух вещей. Если тело легко и свободно, отлично, можно тогда оглянуться назад, посмотреть, было ли так легко, свободно. То есть просто тест. Тест. Смотрите, в этом месте мы себя прекрасно обманываем, поэтому я даю дополнительный тест. Сама такая знаю про себя, при том, что уже несколько лет подряд утраиваюсь. Простой такой тест. Я вспоминаю, а что чувствовало мое тело, когда я планировала прошлый год? Вот если я прошлый год планировала утроиться, и мое тело чувствовало такую же легкую свободу, и я утроилась, супер, я двигаюсь в нормальном направлении, идеально. Если я в прошлом году чувствовала тело легко и свободно, а по факту я не утроилась, то где-то я себя обвела вокруг пальчика. Да, поэтому мы просто вот это сверяем. Если вы за год утроились, ну или удвоились, неважно, достигли своей финансовой цели. Это, ну, мои цифры там утроятся, либо в пять раз увеличатся, да. Это моя игрушка. Ну, вы смотрите по своей. Если я в прошлом году смотрела на свою цель и чувствовала так же, да, у меня было легко и свободно, я эту цель достигла, это хороший, крутой маркер, что это рабочие. А если нет, то тут надо смотреть, а не менее в лопатках. Окей, смотрите, здесь может быть два момента. Первое, две причины, на которые имеет смысл смотреть, почему так возникает. Во-первых, вот эти маркеры телесные – это о том, что вероятность достижения цели слишком невысока. Либо уровень стресса в преодолении препятствий в борьбе с собой, со своим телом, будет слишком высок, не факт, что успешен. Бороться со своим телом – гиблое дело. Гиблое дело. Нерабочая моя лёгкость, руки заболели. Да, может быть. Но мы обманывать, я знаю сама себя, да. Обвести саму себя вокруг пальца легко, легко, совершенно. И мы тогда, мы так, вот в этой вот лёгкости очень-очень можем себя, да. Так вот, смотрите, два момента, вот эти две ловушки финансового планирования 22-го года. Первое, она может быть о том, что для вас увеличение дохода равно увеличение работы. То есть это как убеждение, как будто бы убеждение о том, что деньги… Ну, как один из вариантов убеждения о том, что деньги достаются тяжёлым трудом. Как один из вариантов. То есть и тогда тело такое «О ужас! О ужас!» И так меня обо мне не заботятся, да, меня там не балуются, просто тупо не заботятся. Меня юзают и не заботятся. А ещё и в два раза больше я этого просто не выдержу, лучше заморозиться сразу. Это первый момент, на который имеет смысл смотреть. Сейчас объясню, как. Второй момент называется непереносимость результата. Вот те, кто были на архитектуре года, вспоминаем. Здесь были, поставьте, ну, кто-то обозначьтесь, если вы были на архитектуре года в прошлом году. Вспоминаем, я там рассказываю про это. Есть непереносимость результата. Что значит непереносимость результата? Это когда ваш внутренний контейнер, ваш уровень, внутренний уровень энергии, он заточен на, ну, не знаю, там, на тысячу, там, на две, на пять тысяч долларов. И двадцатка – это энергетически невозможно переработать. Знаете, словосочетание «умер от счастья» отнюдь не, ну, отнюдь не сказки. И когда ваша бессознательная, не готов принять сумму, да, Светлана, скорее всего, это променяет денег много, работы много, будем пересматривать. И это такая вот история, когда деньги – это же энергия. Деньги – это энергия, это энергия обмена. То есть, иными словами, я хочу, например, моя задача, да, моя цель, на 2022 год. Я хочу увеличить свой объем в пять раз. То есть, когда я говорю, что я хочу увеличить оборот в пять раз, либо свой личный, да, в три раза доход, это значит, что я собираюсь. Я не просто буду планировать цифры, сейчас расскажу. Я не просто буду распланировать цифры, что с этим, какие цифры я хочу зарабатывать. Причем планирование цифр, и помните, я вам рассказывала о финансовой растяжке. Когда мы каждый месяц увеличим, планируем себе увеличение на 10%. В результате вы придете увеличение в три более раз. Да, и это такое очень мягкое увеличение. Я не просто говорю о том, что я хочу вот эти цифры. Я говорю о том, что я увеличиваю свой энергообъем, свой объем энергообмена с миром. Чтобы мне увеличить объем энергообмена с миром, мне нужно расшириться. А для того, чтобы увидеть возможность зарабатывать больше, работая столько же, либо меньше, мне нужно подняться. Сейчас расскажу конкретно, что значит расшириться и что значит подняться, и что с этим делать. Мы очень много с этим работаем на архитектуре, на архитектуре года. А, еще страх. Я забываю больше, я зарабатываю больше, и муж перестанет стараться вообще что-то делать. Записывай, малочка. Записывай. Смотрите, вы когда зарабатываете некий их денег, вы находитесь на какой-то ступени. Представьте пирамиду. Это на самом деле пирамида. Только не в том контексте, как финансовая пирамида, когда все рушится. Нет, это социальная пирамида. Вот представьте себе большую социальную пирамиду. Есть? Представили? И когда человек находится на первой ступени пирамиды, он видит то, что открывается его взору в первой ступени пирамида. Когда он, ну да, на нижней. Когда он поднимается выше, он видит шире, он видит больше возможностей. Разница между первым, там, нижней ступенью и более высокой ступенью, как вы думаете, в чем? Не буду долго тратить время. Разница в убеждениях и навыках. Разница в убеждениях и навыках. Здесь вообще все просто. Вы выписываете убеждения, начиная от, да, много денег – это много работы. Зарабатываю, если начну зарабатывать еще больше, муж вообще перестанет что-то делать. Все, что вы думаете, вот берете, я понимаю, что я прожужала, прожужала мозг, наверное, интуитивным письмом, но слишком хорошая штука, чтобы ею пренебрегать. Выпишитесь, сядьте, представьте, пожалуйста, себе вот эту вот сумму, которую вы хотите в конце года. Я рекомендую в год утраиваться, я уже, ну, не один год, уже несколько лет подряд утраиваюсь, это самый безопасный способ. Утроиться за год. Если вам кажется, что год – это, ну, можно быстрее, можно и в 5-7 раз, но там тяжелее. А тройка – это, ну, это лайт, это лайт-версия, это на самом деле, ну, не катастрофа. Да, катастрофа была, когда я за 6-8 месяцев, я рассказывала эту историю, когда я за 6-8 месяцев увеличила доход в 10 раз. Вот это было жесть, это был трэш, не рекомендую, да, и там прямо сейчас не планирую. Но если вы уж там, и вам кажется, за год это долго, вспомните, сколько лет вы не утраивались. И вам покажется, что за год в 3 раза – это норм, это легкий-легкий такой путь, да. Если увеличиваться не на 10%, а на 12%, то спокойно доходит до 5-7. Вот в 3 раза это вообще особо не напрягает. Так вот, первое – выписать все, то есть вначале вы планируете год, очень, а если сейчас ноль? Не правда, Ольга, не ноль, вот не ноль. Просто если бы был вообще ноль, вот вообще-вообще ноль, вряд ли бы у вас были деньги заплатить за интернет, вряд ли бы у вас были деньги, да, там, смотреть. То есть у вас не может быть нуля, просто может быть ноль, который вы зарабатываете, но вы получаете из каких-то других источников. Пособия, муж дает, родители помогают, там, друзья, братья, родственники. Надо подсчитать всю ту сумму, которую вы получаете. Нуля практически не бывает. Практически, ну, крайне редкая ситуация, да, вы, может быть, продаете что-то, может быть, вы не зарабатываете, ну не знаю, продаете какие-то там вещи из накоплений. Не бывает вообще нуля, да, то есть для расчёта берёте ту сумму, которой вы приходите, даже если это не зарабатываете, и начинаете увеличивать, да, увеличиваете её на 10, самый простой способ, на 10% в месяц. Прям вот берёте и считаете, да, столько-то процентов, столько-то процентов, ну, то есть там, вы увидите, что в конце у вас получается, ну, больше 30, больше, чем в три раза, на самом деле. Три раза – это, ну, вообще лайф-версия. Увеличиваете на 12%, получите 5-7. Боже, я прозрела, Дюша. Окей, это первый момент, да, то есть нуля не бывает. Возьмите это, пожалуйста, просто вы получаете из разных источников, по-другому. Ну, нуля не бывает. Ну, почти никогда, да. Я помню свой самый страшный, даже не самый страшный, самый такой сложный финансовый период, когда я выбирала между хлебом и сигаретами, потому что, ну, вот ноль, да, когда я ходила пешком, а наматывала круги по всему городу, потому что там каких-то копеек на трамвае просто не было. И все равно, если суммарно за месяц посчитать, доход был. Я же между хлебом и сигаретами чего-то выбирала, то есть какие-то там, не знаю, 10-20 гривен были. То есть я продала там каких-то пару маминых старых картин, репродукции. Да, я продала какие-то там старые маминые статуэтки. То есть я что-то вообще, хотя на тот момент мне денег дать вообще никто не мог. Ну, то есть просто вот там как будто бы вообще ноль. Но если я как-то выжила, то какой-то доход все равно был. Да, я выбираю между пачкой сигарет и буханкой хлеба, у меня вот эти там 5-7-10 гривен были, то есть это уже не ноль. Ноль – это больше похоже на такую, ну, на я не получаю зарплату, и тогда ноль. Но нет. Это неприятно осознавать. Я поэтому делюсь с вами своими примерами, чтобы вы понимали, что вы в этом не одиноки. Это неприятно осознавать, но тем не менее. Увеличивайте на 10, на 10 там, ну, 15 – это уже много. Это разрыв, это будет очень тяжело. То есть это без сопровождения, ну, я не знаю, надо каким монстром быть, чтобы без индивидуального сопровождения такие прорывы делать. А вот на 3 можно без индивидуально. Так вот, возвращаемся. Первое. Выписать всё, что вам кажется, да, всё. Страх, что муж будет зарабатывать, страх, что ласты склеют, что времени не будет. Вот эти все убеждения вы, когда прорабатываете, вы поднимаетесь выше. Это первый шаг. Вы поднимаетесь выше. Второй шаг мы делаем на архитектуре года для того, чтобы… Там есть три, у нас не два, а три шага, на самом деле. Последующие два шага мы делаем на архитектуре года. Я вам сейчас о них расскажу. Попробуйте сделать для того, чтобы почувствовать вот этот новый уровень. То есть я понимаю, что для меня сейчас увеличить в 5 раз оборот – это прям вызов. И если я сейчас в 5 раз увеличить, это прийти где-то к 60-70 тысяч долларов в месяц. Это вот примерно такой масштаб. Я когда сейчас проговариваю, у меня аж вдох хочется сделать, потому что я ещё не получаю 60-70 тысяч долларов в месяц, у меня этого ещё нет. Страх, что потрачу, больше не зарабатываю. Прекрасно, выписываете это и прорабатываете через любую технику работы с убеждением. Я их давала очень много. Есть в ДНК… То есть самый экономный вариант – это, не знаю, купить ДНК денег, курс, и там бомбические техники, если вы хотите прорабатывать это самостоятельно. Да, можно пойти к ведущим КЭСов, проработать всё, что можно проработать в этих страхах. То есть вам задача – выписать эти страхи, выписать свои вторичные выгоды, не иметь деньги и проработать. Это первый шаг. Это для того, чтобы подняться и увидеть вот в этом, когда вы поднимаетесь на следующую ступень, вы начинаете видеть возможности зарабатывать больше без, ну, да, прорваться, но не разорваться. Вот, наверное, ДНК – огонь, главная система. Спасибо большое, Свет. Спасибо. ДНК, на самом деле, программа ДНК денег реально бомба. Но она для самостоятельной работы. То есть там подобраны вообще бомбические техники, уже готовые убеждения, уже готовые дуальности только просто переделай. И это позволяет подняться. Вы поднимаетесь, вы начинаете видеть то, что было недоступно ранее. Вы начинаете видеть возможности, как можно. То есть у вас, ну, понимаете, в сознании включается такая щёлк-лампочка, которая позволяет вам видеть возможности о том, что можно зарабатывать там столько денег, сколько вы хотите для того, чтобы получать желаемое, но не разорваться. Вот это вот сделать прорыв, да, прорваться, но не порваться. Это первый шаг. Второй шаг. Сделайте листик, вот наберите, поставьте листик и назначьте его стабильной вот этой суммы. Вот, не знаю, 50, 60, 70 тысяч, 70 тысяч долларов ежемесячно. Я сейчас говорю, честно, для меня это много. То есть я сознанием уже могу дотянуться до этой цифры? Ну, по чесноку, да, я не вышла ещё на миллионы. Я хорошо, хорошо иду, да, но вот 60-70 тысяч долларов в месяц для меня это какая-то такая сумма. Ну, мне ещё, да, я дотягиваюсь сознанием, но ещё не ощущаю энергию. Чувствую, что энергия побольше, мне кажется. Назначьте вашу сумму. Поставьте листик. То есть назначьте этой суммой. Поставьте листик и сделайте шаг на него. Аккуратненько, осторожненько. Вы меня извините, но нет звука. Инстаграм, пожалуйста, напишите, есть ли у вас звук. И Фейсбук на всякий случай тоже. Напишите, есть ли звук или поставьте лайки. Давайте так, если вы меня слышите, ставим лайк. Я буду понимать, что вы меня слышите. Потому что тут я, конечно, есть звук. Хорошо. Ага, тогда, Зоя, вы меня извините, но включите динамик. Тогда это будет так. Хорошо. Окей, двигаемся дальше. Супер, вижу лайки. Слушайте, ставьте мне лайки, пожалуйста. Мне прям приятно. У меня возникает ощущение, что мы как-то общаемся. Потому что, когда нет ваших лайков, я как-то начинаю... Пытаюсь понять вообще, вам интересно то, что я рассказываю или нет. Я через ваши лайки понимаю, что да, вам это интересно. Так вот, возьмите листик, напишите на нём сумму и поставьте, назначьте эту сумму. И встаньте на эту сумму. Да, встаньте на этот листик. И почувствуйте, что происходит с вами, что происходит с вашим телом. Вам, с одной стороны, может показаться, что там мега хорошо, но на каком-то этапе вам будет казаться, что это прямо ой. И захочется, может быть, сбежать. И будет тяжело. И будет... Я сейчас смотрю. И будет тяжело. То есть что тело будет проявлять? И тогда вы сделаете... Иногда бывает ощущение, что так хорошо, что прям невыносимо. И тогда сделайте шаг назад. И вот таким вот образом поиграйте. На архитектуре реальности мы выделяем на это прям большое количество времени для того, чтобы прожить всё то хорошее, которое мы себе там насоздавали. То есть мы два дня создаём хорошее. Есть техника моделирования создания событий. И мы создаём события, мы создаём... Да, шаг назад. Уйти. Они вступили, почувствовали, раз, отошли. Отошли, продышали, посмотрели по сторонам, обнаружили, что безопасно. И ещё чуть-чуть. На одну секунду дольше. И вы так постепенно будете растягивать, растягивать свою способность переносить хорошее. Способность контейнировать хорошее. Когда архитектура по графику будет, будет архитектура года. Последние выходные декабря. 25-26 декабря. Уже на протяжении многих лет это прям традиция. То есть даты меняются в зависимости от того, когда последние выходные декабря. В прошлом году, по-моему, было вообще 28-29. Ну и отпуск мой зимний всегда колеблется в зависимости от того, когда последние выходные декабря. В прошлом году он был прям какой-то, по-моему... А, нет, было 27-28, по-моему, было. Боюсь подошелиться. Окей. Вот это то, что вы делаете. Вы начинаете тревожно-сложно дышать, шаг назад. Обнаружишь, что безопасно. Подышать, как будто бы вы раскрываете грудную клетку. В прошлом году у меня отпуск начался с 29-го, а в этом году у меня отпуск начался с 27-го. Потому что я, архи... Это традиционно от 70 тысяч уема тело в шоке представить. Не могу даже... Не надо. Возьмите свою сумму. Я к этой цифре... Во-первых, я хотела сказать, что я к этой цифре долго шла. Я не пришла к ней еще. Да, это еще не та сумма, которую я получаю. И 70 тысяч, там 50, 60... Я еще играю с этой цифрой. Это тот... Я просто начинаю... Я сейчас делаю такое разделение оборотов компании, оборотов моего бизнеса и моей личной. То есть это мои еще внутренние. Вот оно оборот, да. Я хочу вывести оборот на... Ну, где-то 50-70. Просто 50, мне кажется, такое. Минимальное 50. Вот передать коридор. Коридор. Минимальное 50. Это обороты. Куда я хочу выйти? Минимальное 50. Максимальное 70. Оборот. Да, из них там я распределяю, потому что у меня команда сейчас сформируется потихонечку. Вы берете свою сумму. Я к этому, во-первых, а, еще не пришла. Это моя цель на 22-й год. А, б... Ну, у меня сейчас другие цифры. Тоже те цифры, которые я когда-то смотрела и так думала, боже мой, я когда-то за год собрать это не могла. За год отложить. Для меня это казалось немыслимой суммы. Да? Но вот так вот из года в год я в это играю уже не первый год. Я это, ну, играю с собой. Да? Моя сумма 2000. Да, я когда-то 2000, у меня была цель, и я прям долго не могла к ней прийти. Я смотрела, и мне когда-то казалось, что если 2000... Ну, серьезно, мне казалось, что если я 2000 буду зарабатывать, я буду абсолютно счастлива, мне больше вообще ничего не надо будет. Фиг там. Я когда пришла с 2000, я поднялась на 2000, и я обнаружила, сколько еще вкусного можно. Да? И тогда пошла дальше. Поэтому, да, 2000 отлично, отлично. Я помню, у меня это был рубеж. У меня был рубеж, который я долго не могла пробить. Я долго не могла взять вот этот рубеж 2000, и потом долго не могла взять рубеж 5. Вот это вот два таких рубежа, которые долго... Поэтому 2000, это какая-то такая моя очень... моя очень любимая сумма. Я много с ней игралась. Якщо я стану на цей папире сумму, то цэ ж буде ассоциативно, визуализация проеку... А я не просила визуализировать. Не было визуализации. Визуализация – это картинка из глаз. Не было визуализации в аббиде, тут нет визуализации. Почувствовать телом, почувствовать энергию визуализации вообще мы туда сейчас не вставим. Это не ассоциативная визуализация, там нет картинок. Там почувствовать, как тело реагирует на энергию. Уже я с вами сокровелась, у меня сейчас ПДП. Да, и третий еще момент, очень-очень важный. Это мы про это проговорим, наверное, завтра с вами, но сейчас не успеем. Это про ценности. Про ценности, про прививку от катастроф. Вот про ценности. Завтра запланируйте быть. Мы продолжим историю, продолжим говорить про вот эти вот скрытые ловушки финансового планирования, да, и как их обойти, чтобы это планирование стало реальностью. И там я буду давать еще механику ценностей. И что делать, если в вашем бессознательном увеличение дохода равно катастрофе? Да, что с вот этим делать? Про это поговорим завтра. А вот эти вот растяжки свои, для того, чтобы переносить, создавать важные, нужные, желаемые события, и иметь возможность их принять, а значит пойти в них, только на архитектуре года мы этому выделяем, ну, около, только на принятие, около часа, вот, по хождению по временным линиям с созданными уже событиями и их интеграция, чтобы тело бессознательное понимало, что это безопасно, что я могу это принять, что я могу с этим справиться. В противном случае я от вас отворачиваюсь, потому что я открываю уже комнату. В противном случае это сливается все. Я с тобой 40 минут, как три. Прекрасные. Это все на сегодня. На архитектуру года. Те, кто хотят, welcome, пишите, Ольге Малевицкой группа набирается как-то неожиданно, ну, в смысле, наверное, предсказуемо быстро, наверное, так, но тем не менее. Сразу по ценам. Да, те, кто были в прошлом году, либо те, все, кто были у меня на одно, ну, были у меня на проектах, это у меня такой, для них архитектура будет стоить просто тысячи гривен. Люди, два дня запланировать свой год. Те, кто первый раз, полторы тысячи, поверьте, тоже два дня создать свой год и так, чтобы его прожить, имеет смысл. Очень рекомендую. Вот, значит, если хотите, кто сейчас чувствует тел? Не поняла, Виталий, сам вопрос. Я не знаю, кто сейчас чувствует тел. Ну, не могу ответить. Что я вам хотела сказать? Все. Это все, что я вам хотела сказать. Ну, сегодня запись у Ольги Малевицкой. Завтра мы с вами говорим, о, оно того стоит, пишет Светлана. Светлана, спасибо. Светлана просто была в прошлом году. Спасибо большое. Завтра мы говорим про ценности и про как нейтрализовывать будущие катастрофы, если финансы связаны для бессознательного с катастрофой. Запланируйте быть завтра в 9.20 по Киеву. На сегодня всем пока. Нажимаем кнопочку поделиться, не забываем это делать. И встречаемся с вами завтра. С вами была Светлана Горбач, психолог на всю голову. Пока-пока. Продолжение следует...